МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. На что будут направлены деньги с налогов горожан? Этот вопрос решали сегодня члены Городского совета депутатов. Город в ритме танца. На выходных в историческом центре прошел массовый флешмоб под названием «Танцующий Гродно». Эвакуация по многочисленным просьбам. Жильцы домов рядом с центральным рынком уверены, что без прицепов складов их парковка станет чище. Интересные кадры с громкого события этого лета. Телеканал Гродно+. Продолжает серию специальных репортажей о фестивале национальных культур. Сегодня депутаты города провели внеочередную сессию совета. Вопрос, который вызвал безотлагательное обсуждение, это распределение внеплановых бюджетных денег, которые поступили в городскую казну как налоги. Основная часть реестов, по мнению депутатов, должна быть направлена на социальную жизнь города. Какие конкретно объекты получат дотацию, смотрите в следующем сюжете. Внеочередная сессия Городского совета депутатов была собрана в первую очередь, чтобы решить вопрос распределения денег, поступивших в бюджет города. А это средства немалые – 36 миллиардов рублей, которые в основном прибыли за счет налогов горожан. На сессии было решено, что большая часть средств, около 25 миллиардов рублей пойдет на нужды ЖКХ и текущее содержание города. Остальные деньги также распределены. Например, будут отремонтированы поликлиники номер один и номер четыре, будет приобретена специальная машина для уборки улиц, закуплена мебель для новой школы в Ольшанке и многое другое. Также на заседании обсудили состояние правопорядка в Октябрьском районе. В целом преступность в районе снижается, однако есть и проблемные моменты, например, грабежи и кражи. Большая половина этих преступлений, преступных посекательств – это грабежи, совершаемые в торговых объектах или, в частности, в магазинах, связаны с хищениями спиртных напитков, продуктов. Второе – беспокоят это кражи из транспортных средств на территории района. Сегодня наши жители, имея, по крайней мере, в новых районах, в районе улицы Южной, возможность ставить автомашины на стоянки, по крайней мере, такие возможности есть. Стоянки полностью не заполнены, оставляют во дворах. И предметом преступных посекательств являются вещи, как оставляемые в транспортных средствах. Чаще всего из автомобилей воруют навигаторы, антенны и другую технику. Орудуют преступники и в подъездах жилых домов, где крадут велосипеды и детские коляски. Еще одним важным вопросом на внеочередной сессии стало и состояние условий труда на предприятиях города. Мы рассматриваем это состояние условий труда на наших предприятиях. К сожалению, там тоже есть у нас недостатки. 24% предприятий, которые были проверены за первые пять месяцев о условиях труда наших рабочих, жителей города Гродно, являются неудовлетворительными. Есть там предприятия Гродноэнерго, есть у нас строительное монтажное управление четвертое, есть и другие предприятия, где мы все-таки заставим руководителей создать людские нормальные условия труда для наших людей. Также депутаты отчитались в проделанной работе за прошедшие два месяца и внесли изменения в инструкцию по приватизации. Юлия Косила, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Массовые танцы в центре Гродно вызвали интерес у горожан. На выходных улицы исторического центра превратились в одну большую площадку для танца. Попробовать себя в ритмичных движениях под музыку могли все желающие, независимо от возраста и навыков. Если первый флешмоб «Танцующий Гродно» придется горожанам по вкусу, то, возможно, со временем он станет еще одним брендовым мероприятием в городе над Неманом. Как прошла нестандартная акция, расскажет Артем Новицкий. Танцуют все. Гродно на один вечер погрузился в атмосферу танцевальных ритмов. Хип-хоп, брейк-дэнс, сальса – товарищей по вкусу и цвету здесь предостаточно. Пока одни водят хороводы и учат чему-то наподобие украинского ГПК, у других на уме латиноамериканские мотивы. Это важное мероприятие для гродненцев и не только. Я вообще приехала специально из Бреста на это мероприятие. Важно, потому что это здоровый образ жизни, это соединяет людей, сплочает их и дарит хорошую, позитивную энергию. Музыка играет так громко, что ее чувствуешь всем телом. От того-то на месте не сидится ни детям, ни взрослым. Это, конечно, не бразильский карнавал, но для Гродно танцевальный флешмоб, когда одни непредсказуемо собираются вместе, а другие также непредсказуемо следят за этим, событие, безусловно, интересное. Для народа это что-то новое, им нравится, они пришли, но мы даже не ожидали, что вот такой же этаж. Для меня танец – это жизнь, это не сказать, что хобби, это больше стиль жизни. Ритм на гродненских улицах этим вечером задавали представители сразу десятка танцевальных направлений. Мастер-классы для всех желающих, разумеется, бесплатно превратились в своеобразный марафон. Разучил пару степовых движений из ирландских танцев, а за поворотом тебя уже ждут шаги и повороты в стиле сальсы. И так почти весь вечер. А вот превратить толпу людей в одну большую танцевальную группу – задача уже для профессионалов. Не существует таких людей, которые бы никогда в жизни не танцевали или не хотели бы научиться. Улица позволяет раскрепоститься, здесь много людей, никто друг на дружку не смотрит. Сама атмосфера праздника, сам факт того, что здесь танцуют все дети, и здесь нет границы между профессионалом и непрофессионалом, дает людям возможность все-таки встать и попробовать. Сколько человек пришли в этот день танцевать под открытым небом, организаторы считать не стали. В конце концов, главное ведь не количество участников, а их улыбки и удивленные взгляды. Артем Новицкий и Максим Пархамчук. Новости. Гродно+. Десять человек выгнали с централизованного тестирования по русскому языку. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний Минобразования Беларуси. О том, какие были нарушения, пока не уточняется. Известно только, что эти люди утратили возможность в этом году стать студентами высших учебных заведений. Централизованное тестирование по русскому языку стало самым массовым предметом этого года. Его сдавали 76 тысяч абитуриентов. Почти 3 тысячи молодых людей зарегистрировались, но на экзамен не явились. Если причина будет уважительной, для них предусмотрен резервный день сдачи централизованного тестирования. Жители домов рядом с центральным рынком пожаловались на антисанитарные условия. Коллективное анонимное письмо пришло в администрацию Октябрьского района. Горожане винят в беспорядке на парковке владельца прицепов. В течение года их используют как склады для овощей и фруктов. Мусор и гнилой товар предприниматель убирать не собирается. В администрации было принято решение эвакуировать прицепы. Репортаж Юлии Косила. Недалеко от Скидельского рынка сегодня были эвакуированы старые прицепы, которые, как предполагают сотрудники ЖЭСа, использовались в качестве места хранения овощей и фруктов. Прицепы стояли на автостоянке около жилого дома, и возле них постоянно был мусор. Жильцам такая антисанитария под окнами надоела, и они написали коллективное письмо в администрацию Октябрьского района с просьбой убрать железную рухлядь. На прицепах нет никаких опознавательных знаков, поэтому хозяева неизвестны. Сейчас они будут искать свою собственность на охраняемой штрафстоянке, куда эвакуировали прицепы. Поступили жалобы от жильцов близлежащих домов, и они вот сейчас, сегодня будут эвакуированы на охраняемую стоянку. В течение трех месяцев собственники могут истребовать данное транспортное средство, уплатив все расходы, связанные с эвакуацией и хранением. Предупреждение об эвакуации заранее разместили на прицепах, однако хозяева проигнорировали просьбу их убрать. Если никто не обратится за транспортом в течение трех месяцев, материалы направят в суд, и прицепы будут утилизированы. К слову, в Октябрьском районе выявлено порядка 500 таких старых транспортных средств, которые по назначению уже не используются. На сегодняшний день около более даже 80 транспортных средств эвакуированы нами на охраняемую стоянку. Из них порядка 25 утилизированы. Владельцы, собственники так и не появились. Завтра вторник. Начало рабочей недели на Скизельском рынке. Однако для кого-то с утра окажется неприятным сюрпризом отсутствие на месте личного склада, который доставлял столько хлопот проживающим неподалеку людям. Юлия Косила, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. Пьяный водитель запарковал свой автомобиль так, как вряд ли сможет любой трезвый. В воскресенье утром грудницы могли заметить запаркованный между двумя деревьями фиат на улице Ольги Соломовой. Очевидец рассказал, что около шести часов утра молодой парень возвращался с ночной тусовки и поздно заметил поворот к себе во двор. В результате резкого поворота автомобиль оказался в заносе и остановился так, как вы можете увидеть на фото. Вышедший из автомобиля водитель с трудом стоял на ногах. В агротуристическом комплексе Городенский майонток Коробшицы по специальному рецепту жарили самый длинный в Беларуси шашлык. Повара приготовили 20 килограммов мяса на двухметровом шампуре. В воскресенье шоу-дегустация прошла на открытом воздухе, несмотря на пасмурную погоду. Первым попробовать гигантский шашлык дали маленькому мальчику, который с родителями приехал за город отметить день рождения. После этого срезанными шампура кусочками угощали посетителей туркомплекса. Спецпроект телеканала Гродно+. Серия репортажей с фестивальных подворьей. Мы предлагаем нашим зрителям вспомнить наиболее яркие моменты праздника. Наталья Иванченко познакомилась с народом, который утверждает, что именно их страна считается родиной вина. Гостей они угощают лучшим в мире чаем, а на досуге танцуют лесгинку. Репортаж с грузинского подворья. Сациви, цинандали, обилие тостов и обряд похищения невесты. Если все эти составляющие вам знакомы, то вы либо грузин, либо тот, кто побывал на этом гостеприимном подворье. А заглянуть сюда следует обязательно. Огромные толпы людей. Первое, что бросилось в глаза на этом подворье. Гость – посланник Бога, гласит грузинская пословица. Из поколения в поколение передавались любовь и безграничное уважение гостю, преданность обязанностям хозяина, традиционному застолью. Наверное, именно поэтому здесь рекой лилось вино и угощали национальными сладостями – чурчхеллой. Кстати, грузины уверяют, что именно их страна является родиной вина. Его здесь начали производить 7 тысяч лет назад. А в наши дни Грузия может похвастаться пятьюстами сортами культивируемого винограда. У нас в Грузии говорят, что праздник наших грузей – это наш праздник. Кто друзей не ищет, сам себе враг. Так что мы празднуем ваш праздник, радуемся вашей радостью. И пускай этой прекрасной белорусской и белорусскому народу, и всему народу, проживающему на территории Беларуси, всегда будет радостное, счастливое настроение. И какая бы пасмурная погода ни было, пускай солнечное настроение сопутствует в вас. Грузины не пропустили ни одного фестиваля национальных культур, за исключением самого первого. А на этот раз они впервые радовали гродницев и гостей города не только танцами, но и своими песнями. Грузинские песни «Сулико». Это весь мир знает. Я очень с моим братом благодарен, что белорусские люди и белорусские знают это грузинское песня. И мы тоже сможем песни, нет, не сможем, поем по-белорусски и по-грузински. Так что Грузия – это не только грузинский чай и вино, а сами грузины уверяют, что они во многом похожи на нас, белорусов. Такие же гостеприимные и радушные. Наталья Иванченко, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Выпуск продолжит Анастасия Бояринцева новостями из мира спорта. Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. Здравствуйте. В разгаре чемпионата мира по футболу все любители этого вида спорта, не досыпая, следят за матчами в Бразилии, не обращая внимания на разницу во времени. В субботу было сыграно три матча. В группе «Б» сборная Чили оказала сильнее Австралии. 3-1. В группе «С» Колумбия обыграла 3-0 Грецию, а в группе «Д» Коста-Рика была сильнее Уругвая. В воскресенье Италия с минимальным преимуществом обыграла Англию 2-1. Кудзивуар с таким же счетом победил Японию, а Швейцария – Эквадор. Франция была сильнее Гондураса 3-0. Сегодня Аргентина со счетом 2-1 победила Боснию-Герцеговину. Сейчас идет матч, в котором встречаются Германия и Португалия. А в 22-0 начнется матч Иран-Нигерия. Печальная новость пришла из Китая. 25-летний житель Су-Джоу умер от недосыпания, вызванного ночным просмотром матч чемпионата мира по футболу. Тело болельщика обнаружили в его квартире около телевизора. Так что, дорогие болельщики, помните, что посмотреть матч можно и в записи. Игра любимой команды не стоит вашего здоровья. От футбола мирового к белорусскому в воскресенье прошли первые матчи 13-го тура чемпионата нашей страны. Вот результаты. Белшина, Торпеда Белас 0-1, Днепр, Нафта 0-2, Неман, Динамо, Минск 0-2. После победы над Неманом, Минская Динамо подвинула с первой строчки бессменного чемпиона последних лет Баты. Правда, борисовчане имеют матч в запасе, который они проведут в гостях у Минска. А Неман с 16 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. Мужская сборная Беларуси Пуганболу обыграла в повторном матче сборную Черногории 30-24 и обеспечила себе путевку на чемпионат мира 2015 года. А вот женская сборная не смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы. Белорусские в румынском Байямаре уступили сборной хозяек 20-32. И с четырьмя поражениями в четырех матчах заняли последнее место в квалификационной группе. Румынки попали на Евро, финальная часть которого состоится в близких к ним по местонахождению Хорватии и Венгрии. На прошлой неделе мы сообщали, что врачи дают неутешительный прогноз по состоянию Михаиля Шумахера. Но сегодня пришла хорошая новость. Как заявила менеджер спортсмена Сабина Кем, Шумахер реагирует на звуки и внешние раздражители. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Напомним, семикратный чемпион мира пребывал в состоянии комы с конца декабря прошлого года. После падения во время катания на горных лыжах, в результате которого он получил серьезную травму головы. На этом у меня все. Болеете за наших. До встречи.